Итак, значит, сегодня мы с вами проводим, опа, третью часть, здесь небольшая опечаточка, третью часть цепочки семинаров, она последняя, это семинары по теме нумерации документов Microsoft Office. Сегодня мы будем говорить о колонтитулах. Два слова о себе. Значит, Сидора Эвелина Владимировна, я являюсь сертифицированным тренером Microsoft, плюс офис, эксперт по Word, Excel и PowerPoint. 18 лет в школе отработала и 11 год работаю здесь в центре специалистов. Значит, курсы, которые я веду, это Excel, первый, второй, третий уровень, Word, первый, второй уровень. Word – это курс, как бы, ну, можно сказать, мой, потому что я разрабатываю по ним методические материалы, то есть все вопросы, если будут какие-то интересные, можете задавать сейчас или потом. Ну, соответственно, PowerPoint, два уровня создания презентации, Dispress, и есть еще один курс, который называется Prezi Next, это создание презентации в специальном браузерном режиме Prezi Next, Prezi Com. Интересные презентации, если презентациями занимаетесь, можно с ним познакомиться. Вот, сегодня, да, по цепочке, что мы уже делали. Мы проводили семинар, который называется «Списки», первая часть «Списки в документах», презентация, которая здесь есть, у вас есть ссылочка на запись, уже можно посмотреть. Вторая часть была нумерация в таблицах в мае, к сожалению, пока ссылки нет, но скоро должна появиться. Ну, и третья часть сегодняшняя работа в колонтитулах. На первой части мы говорили о простых списках, о списках нумерованных, маркированных, заголовками, системных полях макетных в PowerPoint и так далее. На прошлом занятии, на прошлом семинаре мы говорили о том, как заполняется столбец номер по порядку в Word, в Excel и в PowerPoint, плюсы-минусы этих возможностей разобрали. Ну, и сегодня колонтитул. Соответственно, с чем мы сегодня работаем? Что такое колонтитул, как правильно с ним работать в разных программах в Word, в Excel и в PowerPoint, какие есть, опять же, плюсы-минусы, какие есть нюансы. И дополнительно в Word мы поговорим о том, как в колонтитулах используются некие обновляемые поля, которые позволяют создавать нестандартный колонтитул. То есть стандартные варианты и нестандартные. Соответственно, начнем мы, наверное, с Word, потому что там больше возможностей, больше особенностей работаем. И мы с вами в аудитории открываем в нашей папке файлик 10 знаменитых библиотек. Так, куда он у меня ушел. Кто работает у себя дома, можете открыть любой вордовский файл многостраничный. Только, пожалуйста, создайте копию его, чтобы у вас, ну, соответственно, не было потом проблем с восстановлением документа. Итак, что такое колонтитул? Колонтитул на наших листах обычно от четвертого формата – это специальное место на полях. Обычно колонтитулами считаются поля верхней, и верхнее поле, и нижнее. Но в Microsoft Word иногда можно использовать и левое, и правое поле. Но это нестандартные вариации, это то, что разработали разработчики. То есть сами мы туда залезть не можем. Мы можем только воспользоваться ситуацией. Вот. Вход в режим колонтитула в Word следующий. Либо мы берем мышку и дважды щелкаем по верхнему или нижнему полю. Двойной щелчок раз-два. И мы вошли в специальный режим. Точно так же двойным щелчком вне или на кнопку закрыть окно колонтитулов на ленте мы можем вернуться. И второй вариант – это заход с созданием уже колонтитулов через вкладку «Вставка». Если вошли внутрь, давайте выйдем. Итак, вкладка «Вставка» в группе колонтитулы. Так называется, вот она. Есть кнопочка «Верхний и нижний колонтитул». Здесь мы можем выбрать стандартные варианты, которые нам создали разработчики. Итак, допустим, давайте верхний колонтитул посмотрим в список. Первые два варианта – пустой и пустой три столца – это варианты, которые нам позволяют просто взойти в режим колонтитула и потом в одной из, ну, допустим, если пустой три столца, в одной из вот этих трех частичек внести что-то необычное. Ну, то есть это как бы некая заготовочка. А дальше уже готовые варианты с оформлением, с нумерацией и так далее. Или с какими-то дополнительными информационными блоками. Например, давайте спустимся вниз и посмотрим. Посмотрим, третий снизу, раздел «Симафор» называется. Да, можно. Выберите, пожалуйста, этот момент. Ага, это презентация. Так, а нам нужно выйти... Вы заберем себе? Итак, значит, мы выбрали с вами «Симафор». Обратите внимание, что этот колонтитул состоит из двух частей. Первая часть – это элемент управления текст, где забито название «Автор». И вы здесь должны увидеть моё имя и фамилию. Откуда программа узнала, что это моё? Если вы зайдёте сейчас в файл и посмотрите свойства, посмотрите вот сюда, свойства «Автор», видно? Вот из этого поля программа забрала название. То есть то поле связано именно с этой информацией. Смотрите, вот они, свойства, связанные пользователи. Вот свойства вверху и ниже. Видите? Давайте мы здесь поменяем. Правая кнопка мыши. Изменить свойства. И вместо меня напишите себя. Я напишу какую-нибудь там «Ольга Петрова», например. Чтобы видно было и здесь. И нажмите на «Ок». Нужно щелкнуть где-нибудь вне, чтобы вот этот внизу списочек закрылся. И «Ок» нажми. Увидите. Теперь вернитесь обратно, нажав на вот эту стрелочку назад. И вы там должны увидеть, что изменилась тема. Вот. Теперь дальше. Заголовок документа. Вот. Мне бы хотелось, чтобы программа сама забрала название файла оттуда. Но данное поле предполагает, что вы его будете писать сами. Поэтому вы встаете сюда. Ну и давайте напишем «Библиотеки». Или любое название. Просто встаем и пишем. Это поля, которые были использованы как элементы управления. То есть мы, в принципе, их могли сами создать. Теперь давайте закроем окно колон-титула и посмотрим, и убедимся, что эта информация прокручивается на всех листах данного файла. То есть фактически колон-титул – это что? Это информация, которая распространяется на каждую страницу в вашем документе. Второй вариант. С нижним колон-титулом мы поступим по-другому. Например, нижний колон-титул я хочу сделать как номер страницы нашего документа в файле. Вкладка «Вставка» и дальше есть кнопочка «Нижний колон-титул», а есть кнопка «Номер страницы». Давайте номер страницы посмотрим. Здесь он говорит «Вверху», «Внизу», «На полях» и разные вариации. Кстати, вот на полях посмотрите, просто не выбирайте, просто посмотрите. Вот я вам говорила, что слева и справа можно использовать поля. Вот здесь нам разработчики позволили это сделать. Но мы это не будем делать. Мы возьмем «Внизу страницы». Ну и обычно у нас «Внизу страницы» нумерация где? В правой или в центре? В центре обычно. Давайте возьмем вариант «В центре». Простой номер 2. Простой номер 2. Ну и вот, нумерация есть. Теперь стоит вопрос. Выйдите, пожалуйста, из колон-титулов. Стоит вопрос, что будет, если у нас появится титульная страница. Титульные страницы можно вставлять разными способами. Можно вставлять как отдельную страницу и писать ее самим, а можно воспользоваться снова заготовочками. Мы, чтобы не тратить время на эту информацию, сделаем таблицу, вернее, страницу и заготовки. Итак, вкладка «Вставка» и самая первая кнопка на этой вкладке – титульная страница. Итак, вкладка «Вставка», титульная страница. Выберите любой из вариантов, вкладка «Вставка» и самая первая страница – титульная страница. Совершенно любой вариант нам сейчас подойдет. Значит, что эти блоки делают? Они автоматически создают… Сейчас я вам выйду в режим «Непечатаемых знаков». Смотрите. Создают разрыв страницы в текущем месте. И, соответственно, на это место, на эту новую страничку помещает вот этот титульный лист. Все остальное остается как есть. То есть никаких сдвигов, никаких проблем. И да, в некоторых, опять же, титульных заготовках есть готовая информация в виде полей. Например, вы снова можете увидеть автора нашего документа, который вы писали. Посмотрите, пожалуйста, что с нумерацией страницы. Вот здесь начинается первая проблема в Word. Если мы берем стандартную нумерацию. Единичка. А страница вторая должна быть. Так вот, если вы пользовались вот этими стандартными настройками «Вставка номер страницы», то нумерацию придется менять. Менять вручную, к сожалению. Поэтому давайте мы сейчас первое, что делаем. Мы пересохраним этот документ как копию, чтобы у нас та несохраненная, пустая осталась. Хорошо? А потом уже в то еще поработаем. Итак, самый простой выход в окно «Сохранить как» – это клавиша F12 на клавиатуре, чтобы не проходить вот этот длинный путь. Файл, сохранить как, выбрать папку там и так далее. F12 на клавиатуре. Итак, F12. Давайте дадим, допустим, единичку имя, чтобы не путать. Нашли? Порядки, чтобы поголубь у нас с вами помимо составляем начальник обогреваю. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Библиотека национальной в Париже В смысле контроль альт 3 Значит будет заголовок третьего уровня Так ну и все И российская библиотека у нас еще одна Должна быть Вот она Итак, для чего мы сейчас с вами создали эти заголовки? У меня есть задача. В одном из колонн-титулов сделать так, чтобы в верхнем, чтобы отражалось название библиотеки или название раздела, где находится эта информация. Открыть страничку библиотеки Конгресса, значит, вверху должна быть идти ссылочка, что это библиотека Конгресса. Но предварительно мы с вами еще одну штучку сделаем, чтобы не было потом ошибок. Мы с вами немножко изменим стиль. Стиль заголовка в первом уровне сделаем так, чтобы каждый из заголовок начинался всегда с новой страницы. Работали когда-нибудь с вкладкой абзац, вот это вот диалоговое окошко открывали? Сейчас просто посмотрите, не делайте, потому что мы немножко в другом месте будем. Итак, смотрите, в группе абзац есть кнопочка диалоговое окошко, и в этом диалоговом окне есть вкладка положение на странице. Так вот, в этой вкладочке специальная настройка с новой страницы. Если вы это примените к стилю, то каждый раз, когда вы будете включать заголовок первого уровня, он будет всегда автоматически начинать новую страницу в документе. Это очень важно для всяких глав, разделов в документах. Но мы сейчас это у нас только будем делать не здесь, а в изменении стилей. Итак, главная задача. Сейчас встать в один из заголовков, можно смотреть, что сделать. Просто щелкнуть по названию первого заголовка в навигации. Навигация есть, область навигации слева? Любой заголовочек. И у вас курсор покажется в этом заголовке. И задача. Найти стиль, который выделен рамочкой при этом. Нажать на нем правую кнопку мыши. Изменить. Итак, правая кнопка мыши. Изменить. Мы не будем менять всякие цвета, шрифты и так далее. Мы зайдем в кнопку формат внизу и найдем команду абзац. Итак, изменить формат абзац. И вот тоже самое окошко, про которое я вам сейчас говорила. Нам нужно поставить флажок с новой страницы. Все остальное можно снять, можно оставить. Это нам не важно. Итак, флажок с новой страницы. Окей. Еще раз окей. И сейчас пробегитесь по вот этим заголовочкам. Убедитесь, что каждый заголовок начинает новую страничку. Вот так можно быстро разбить наш документ длинный на главы и каждую главу начинать с новой страницы документа. Успели? Все нормально? Окей. А теперь наша задача. Мы в каждом верхнем колонн-титуле продублируем название данного раздела. Можно было, конечно, сделать так. Стать внутрь колонн-титула и ручками прописать это все. Но, напомню, все, что написано в колонн-титуле вручную, никогда не меняется. Так вот, давайте зайдем в верхний колонн-титул двойным щелчком. И теперь нам нужно с вами посмотреть на вкладку конструктор, которая сейчас автоматически отобразилась у всех. Здесь есть разные настройки. Все мы с вами проговаривать не будем. Первые кнопочки вам должны быть знакомы. Мы сейчас с ними работали на вкладке вставка, помните? Теперь вторая группа. Вторая группа настроек касается вставки обновляемой информации. Что сюда можно включить? Можно подключить дату и время. Дата обычно подключается сегодняшняя и каждый день меняться будет. Можно подключить какие-то сведения о документе. Помните, автора мы брали. Вот здесь автор тоже может быть. Можно вставить какие-то рисунки. Ну, обычно это какие-то логотипы, эмблемки, да, маленькие очень. Рисунки должны быть желательно подготовленными маленького размера. Ну, или изображения из интернета. Вот это мы делать с вами не будем. Наша задачка посмотреть вот на эту кнопку. Она называется экспресс-блоки. Экспресс-блоками в документе считаются заготовленные какие-то объекты. Это могут быть экспресс-таблицы, это могут быть экспресс-формулы, это могут быть экспресс-надписи и любой элемент, который, может быть, вы сами создали, но сохранили в качестве блока. И к экспресс-блокам относятся поля. Поля в документе – это та информация, которая может обновляться при каких-то значениях. Так вот, нам сейчас нужно вставить обновляемое поле, которое будет связано с чем? Заголовками. Заголовок – это у нас что? Это у нас стиль. Согласны? Вот. Сейчас давайте попробуем найти. Итак, экспресс-блоки. Нажали. Поле. Нажали. Сейчас появится окошко, которое показывает вообще все поля, которые можно использовать в документе. Поля, к сожалению, или к счастью для кого-то, пишется всегда на английском языке. Для меня это, к сожалению, потому что с английским у меня плохо немецкий учила. Но какие-то вещи здесь интуитивно можно понять. И интуитивно понять нам поможет выбор категории. Вот, раскройте, пожалуйста, категории. Вот здесь, к счастью, все по-русски. То есть это может быть связано с датой, с временем, это может связано с документом, с нумерацией, там и так далее. Нам нужен раздел, который называется связи и ссылки. Мы ссылаемся на стиль. Выберите, пожалуйста. Сейчас он берет все поля, которые касаются этой группы. Ну и стиль или стайл. Здесь единственный вариант. Это последний. Стайл. Реф. Реф – это рефы на ссылка. И ссылка на стиль. А теперь какой стиль использовали мы? Заголовок 1. Итак, поле категория связи, связи и ссылки. Поле называется Style.Ref. И мы связываемся со стилем заголовок 1. Все. Выбрали. Жмем ОК. Вот. И посмотрите, сейчас у нас здесь, у меня сейчас Александрийская библиотека. Она же повторяется на следующей странице. И как только меняется заколовок, меняется и колонтитул. Увидели? Красиво? Давайте теперь спустимся в нижний колонтитул. И попробуем здесь написать с вами следующее. Вы наверняка видели в некоторых документах, пишут страница такая-то из стальки-то. Что в этой фразе будет повторяться на каждом листе? Страница и из. Вот эти тексты мы будем писать руками. Что будет меняться? Номер страницы и общее количество страниц. Это будут обновляемые поля. Готовы? Давайте встанем в нижний колонтитул, если еще не встали. Сделаем выравнивание по центру. Это либо вкладка главная, стандартно по центру, либо Ctrl-E на клавиатуре от слова центр. Почему не C? Потому что Ctrl-C это копирование. Видно поэтому. Итак, встали. Пишем страница, пробел. И теперь нам нужно вставить поле, которое будет показывать номер текущей страницы. Туда же, где мы сейчас только были. Конструктор, экспресс-блоки, поле. И теперь категория у нас с вами будет. Итак, еще раз. Конструктор открыли. Экспресс-блоки. Поле. Честно. И как вы думаете, какая категория у нас будет? Нумерация. Категория нумерация. А название поля какое у нас будет? Пэйдж, да. То есть нумерацию страницы, пэйдж. Здесь же мы, в принципе, могли что выбрать? Например, если бы просто нумерация была, помните, у нас иногда пишут вот так. Тирешечка, номер, тирешечка. Вот это стиль вот этот. Но нам сейчас этого не нужно, поэтому либо мы выбираем первый вариант 1, 2, 3, либо оставляем по умолчанию, он будет обычную нумерацию внести. Итак, пэйдж выбрали. Жмем ОК. И смотря на какой странице вы сейчас находились, у вас будет текущий номер. Я нахожусь на четвертой странице. У вас может быть своя. Теперь мы с вами дописываем пробел из пробел. То есть ту информацию, которая не будет обновляться. И снова идем в экспресс-блоки. Экспресс-блоки. Поле. И общее количество страниц в документе – это сведения о документе. Поэтому категория будет о документе. А поле будет называться нам пэджис. Номер страниц. Последний. И ОК. Нам пэджис. Можно по умолчанию 1, 2, 3 выбрать. Да. ОК. И вы сейчас увидите, сколько страниц в вашем документе. В моем 21. Скорее всего, у вас тоже. Вот таким вот образом мы можем создавать нестандартную нумерацию, нестандартные колонн-титулы. Итак. Значит, либо вы пишете информацию вручную. Например, название организации, имя автора, если вы хотите, чтобы оно закрепилось. Что-нибудь название книги, адрес сайта, там, контактная информация, которая должна повторяться на каждом листе. Вот это все пишется вручную. Если хотите обновляемую информацию, значит, это экспресс-блоки, чаще всего экспресс-блоки, поля, где вы можете что-то выбрать. Ну, а реже можно использовать уже заготовочки. Это сведения о документе, автора имя файла, путь там и название и так далее. Или свойства документа здесь вот. Вот эти свойства в основном берутся вот отсюда. Файл, свойства, вот он, размер, число страниц, название, там, ну и так далее. Кстати, очень внимательно, название и имя файла – это разные для него информации. То есть если имя файла, то вы берете поле имя файла, а если название, то он будет дублировать информацию, которая написана вот здесь. Вот это важно. Итак, выходим из режима колонн-титулов. Все понятно. То есть в Word что? Либо мы вставляем колонн-титул, вкладка, ставка, колонн-титул и выбираем готовые варианты вместе с полями уже проставленными, только информацию нужно будет вводить или он забирает вручную. Либо мы выбираем нестандартные с заготовочкой одно поле или три. Либо просто входим двойным щелчком внутрь. И там уже сами разбираемся. Вот такая у нас с вами получилась ситуация. Кстати, у меня сейчас появился вопрос. Что будет с нумерацией, с этой нумерацией, если я отставлю титульную страницу? Титульную страницу. О, так, интересное кино. Да, информация подтвердилась. Значит, особенность. Нумерацию страницы лучше всего создавать, когда у вас документ уже готов. То есть есть титул, есть содержание, есть все остальное. Вы просто проставляете, чтобы у нас не было опять задачи двойным щелчком входить и исправлять вот эту единичку на другую. Кстати, если я сейчас единичку на другую поменяю, 21 на 22 не поменяется. Поэтому лучше всего нумерацию делать в самом конце. Это одна из особенностей. Можно называть это глюком Word. Можно просто снисходительно к этому относиться. Итак, с Word-овской нумерацией, с Word-овскими колонн-титулами все. Дальше мы с вами немножко поработаем в Excel. Закрываем. Сохраняем. И открываем слушатели вебинара. Любой файл Excel, который у вас есть, мы открываем Excel-ский файл, который я тут приготовила. Он просто тоже взят какой-то Excel-ский файл из моей копилки. Итак, некие данные, Excel-данные для акта, в той же папке, которую вы сохранили, да, внутри. Есть некий Excel-ский файл, Excel-ская табличка. Может быть, это несколько табличек будет. И нужно потом для распечатки сделать так, чтобы в колонн-титулах этого файла что-то пропечатывалось. С колонн-титулами в Excel-е немножко другая ситуация, чем в Word-е. Во-первых, в стандартном режиме работы Excel-е никакие страницы нельзя увидеть, никакие поля, ничего. Поэтому мы должны перейти в другой режим. Пожалуйста, откройте вкладку вид. И режим, который нам нужен, называется «Разметка страницы». Вкладка «Виды», «Разметка страницы». В этом режиме вы увидите как раз то, чего нам не хватает. Это страницы от четвертого формата. Если будете спрашивать, говорите «Да». Вот они они. Ну и здесь получается у нас следующее. Почему-то какая-то длинная таблица, которая на один лист не помещается. Давайте решим, что это у нас просто несколько таблиц, которые пока решим. Так и должны быть в печати. Наша задача посмотреть на колонн-титулы. Итак, здесь, в отличие от Word, вы видите, что вот это верхний колонн-титул, вот это поле для нижнего колонн-титула. Вы видите, что колонн-титулы обычно разбиваются на три равные части. Помните, в Word я вам показывала простой три столбца? Там тоже три блока можно было вписать. Так вот, чтобы вставить колонн-титул здесь, достаточно просто щелкнуть в нужном поле и чего-то написать. Давайте сделаем так. В верхнем левом мы напишем свое имя и фамилию. То есть имя автора, например, будет. Ситуация такая же. Все, что вы пишете здесь руками, будет в неизменном виде на всех листах. Как только вы из этого поля выйдете, можно вниз на листик. Вы увидите на всех страничках фамилия и имя будет прописано. Далее. Допустим, в правой стороне мне нужна сегодняшняя дата. В правом верхней колонн-титуле щелкаем, но сегодняшняя дата нужна с возможностью обновления. То есть, чтобы каждый день сегодняшняя дата была. Тогда нам нужно обратиться к конструктору. В конструкторе, так же, как и в Word, есть специальная область с обновляемыми данными. Здесь это называется элементы колонн-титулов. Вкладка конструктор, когда вы входите в одно из полей колонн-титулов, она открылась. Итак, нам нужно текущую дату получить. Поэтому кнопочка так и называется, текущая дата. Там календарик с семерочкой обычно. Обновляемая информация здесь вставляется как некий код. Реальную информацию вы увидите, когда из этого поля уйдете. То есть, опять же, можно в табличку вернуться, и вы увидите, что сегодня 21.06. Получилось? Хорошо. На всех, которые содержат какие-то данные. Если странички видите серенькими, там информации есть, они печататься не будут. Поэтому там в этих блоках не будет. В нижнем колонн-титуле давайте мы напишем с вами номер страницы. По серединке. Нижний колонн-титул, серединка. Можете в любом печатаемом листе щелкнуть. И вкладка конструктор. В полях у нас это называется номер страницы. Элементы колонн-титулов, номер страницы. И когда выйдете из этого поля, вы увидите вот эту нумерацию. Если бы мы сюда захотели написать страницы первой из талькита, мы поступили бы точно так же, как в Word. Страницы написали руками, номер текущий через кнопочку, и с руками общее количество страниц через кнопочку. То есть здесь такая же ситуация. С цифры 3. Может быть, вы на третьей странице сейчас находились? Да, да, да. То есть номер вы видите той страницы, на которой вы сейчас находились. То есть вот такая вот работа с колонн-титулами в Excel. То есть, в общем-то, ничего сложного. Главное, правильно, быстренько выйти в нужный режим. Вот. Как только вы возвращаетесь в режим общий, это вкладка вид, обычный режим, вы колонн-титулы теряете из виду. Но не пугайтесь, они на самом деле на месте. Можно еще посмотреть их в печати, в предварительном просмотре. То есть файл, печать. Ну и, соответственно, вот они, странички, которые будут для печати. И все колонн-титулы с заполненной информацией у нас присутствуют. Если нужно удалить колонн-титул, вы должны вернуться в режим размятка страницы, зайти в нужное поле, например, мне дата больше не нужна, и просто оттуда это все удалить. То есть обычный режим. Вышли в табличку, и колонн-титул почистился. Вот. Все понятно. Отлично. С этим мы тоже закончились. И еще меньше информации у нас с вами будет на PowerPoint. То есть во время мы укладываемся. Итак, любая презентация. Те, кто работают в аудитории, открываем презентацию мою. В той же самой папочке. Семинар называется. Вот здесь, так сказать, к сожалению, у нас не все будет просто. Потому что колонн-титул в PowerPoint, колонн-титулов в PowerPoint только один. Он всегда нижний. И в нижнем колонн-титуле отображается информация. Вот здесь должна быть информация о номере страницы. Вот здесь должна быть информация о дате. А в серединке можно написать какой-то текст. Сейчас у нас эти поля закрыты. Закрыты другими картинками, но они существуют. Давайте попробуем мы их убрать, эти картинки. Сейчас немножко углубимся в PowerPoint. Чуть-чуть, буквально на две минутки. Нам сейчас понадобится специальный режим. На вкладке вид есть режим, который называется образец слайдов. Это режим, который показывает макеты наших слайдов без информации, где мы можем кое-что подделать. Итак, режим образец слайдов. И самое главное сейчас в левом поле подняться в самый-самый вверх на вот этот первый главный макет. Он называется мастер-макетом. Вот на этом макете отражается вся информация, которая есть на каждом слайде в будущем. Так вот, именно здесь мы можем сейчас поработать вот с этой графической информацией. Готовы? С правой стороны, там, где у нас положено быть номером, вот эту вот графическую часть подвиньте, и можно дэлитом удалить, чтобы ее не было. И внимательно посмотрите, в самом низу у нас бледно-бледно белым цветом вот такая вот информация. Скобочка, решетка, скобочка. Вот это, вот она. Те, кто работает на своих презентациях, вы увидите это нормально, черным цветом. Вот это код номера страницы. Его нам нужно сейчас сделать черным, ну, активным, или синим. Те нашли визуально? Вот, щелкните по нему, он должен выделиться сереньким. И просто на вкладе, главное, сделайте цвет шрифта, и можно даже увеличить в размерах, чтобы было крупно видно. Да, синий цвет, это, по-моему, побольше. Да, это все хорошо. Да, да, да. Итак, мы с вами сейчас делали так, чтобы на нашей презентации номер страницы все видели. Давайте левую часть почистим тоже. То есть номер страницы мы сделали покрупнее и другим цветом. Теперь нам нужно на вкладке образец слайдов, она между файлом и главной всегда открывается, открыть ее и нажать на кнопку закрыть образец, на крестик. То есть мы сейчас вернулись в обычный режим работы с презентацией. Вы должны увидеть вся вот эта графическая часть, которую мы видели, убрана, но пока никакой номерации страниц никто не видит. Итак, закрыли режим образца, вернулись в обычную презентацию. Так вот, в PowerPoint-е идея около титулов такая. Они прописаны, но они не видны до тех пор, пока вы их не вытащите. Каким образом? Мы их вставляем. Вкладка «Вставка» в группе «Текст», кнопка так и называется «Колонь титулы». И вот они, три области. Мы можем показать дату. Дата может показываться автоматически обновляемая. Здесь можно даже задать, на каком языке это все будет выглядеть. Или фиксированная. Тогда вы должны вручную ввести дату. Дальше. Мы можем показать номер слайда. Плажочек ставим. И можем дописать какой-то текст. У нас в презентации это обычно имя сайта нашего. Текст вы можете также вписать свой, если хотите. То есть можно опять же там себя написать. Опа, куда исчезло. Интересная ситуация. Итак, дату, номер страницы, нижний колонн титул. Теперь смотрите. Реальная, правильная настройка не показывает на титульной листе. Или слайде. Ну и нажимайте применить ко всем. Николай, спасибо за комментарий. По этой части это уже углубленная версия раздела с колонн титулами. В принципе, можно даже провести еще один семинар. Если хотите. Если будет интересно. Так, или можете написать в почту мне. Соответственно, разберемся лично. Так. О чем мы? Итак, значит, мы с вами подключили колонн титул. Давайте посмотрим, есть ли они у нас. Странненько. А куда они у нас пропали? Это очень интересная штука получилась у нас. Так, колонн титулы. О. Почему? Угу. У меня есть подозрение, что это не моя презентация. Это презентация нашего специалиста. Возможно, там стоит блокировка от изменения колонн титулов. Так, давайте мы с вами сделаем следующее. Создайте, пожалуйста, новую презентацию, чтобы не было у нас. Потом. Ctrl-N можно напечатать на клавиатуре, новая презентация. И просто насоздавайте несколько слайдов. На кнопочку создать слайд понажимайте. Итак, Ctrl-N, новая презентация. Дальше. И дальше Ctrl-M можно накидать макетов. То есть новых слайдов. Ctrl-M, M, M, M. Да, есть пола пульта. Ctrl-N. Но вот это не так, только Ctrl-M, M, M, M. Ну и посмотрим колонн титулы. То, что мы сейчас с вами разбирали. Еще раз. Вкладка «Вставка», колонн титулы, дату, номер страницы и какую-нибудь фразу в нижнем колонн титуле. Вставка колонн титул. Флажочки поставили. Все то же самое. Если нужно написали текст, флажок «Не показывать на титульном слайде» и применить ко всем. Ну и вот она нумерация. Вот он колонн титул, вот она дата. И бывает ситуация, которая заставляет нас с вами убирать колонн титул на отдельных слайдах. Например, это слайд, какой-нибудь заголовок раздела, как бы является титульным, но уже внутри нашей презентации. Тогда вы можете выделить этот слайд, зайти снова в кнопку колонн титулы, отключить флажки. И сейчас важно нажать на кнопку «Применить». Применить к текущему выбранному слайду, а не ко всем сразу. И тогда на этом слайде отдельно тоже удалятся все колонн титулы. То есть в PowerPoint мы включаем для всех, а потом для отдельных просто последовательно отключаем. Вот такая вот картинка. Понятно? Вот давайте подведем некий итог. Значит, что мы сейчас с вами сделали? Мы посмотрели, как создается нумерация страниц в файлах Word, PowerPoint и Excel. Посмотрели не совсем стандартную ситуацию в Word, вставка использования обновляемых полей. И посмотрели, как колонн титулы связываются со стилями заголовков. Вот здесь у нас у Николая появилась идея. Он тут нам рассказал, что не освещенным осталась тема возможности раздельной нумерации в разделах Word. Ну, то есть в каждом разделе, который, допустим, например, вот та же библиотека является разделом. И в каждом разделе своя нумерация. Вот. И плюс к этому бывает, что в колонн титулы еще закидывают информацию, допустим, как на бланках. Какую-то табличку с информацией, возможно, это рисунки, возможно, это название организации, там что-то, да, творится. Вот это тоже можно. Вот. Соответственно, про семинар как раз вот, Галина, я рассказываю, да. То есть о чем может быть следующий семинар по этой теме? Как раз вот в проложении нестандартных колонн титулов по разделам. Тогда, скорее всего, туда же, чтобы расширить тему, мы можем включить, раз идет работа с разделами, как работают с разделами, как они создаются, как разделы можно использовать, допустим, для создания разноколоночного режима в документе, и как можно в документе поменять ориентацию страниц. Внутри документа альбомные и книжные страницы. Вот это можно включить. То есть спасибо за идею. Как раз у меня была недавно ссылочка, что, скорее всего, где-то то ли в августе, то ли в сентябре будет новый семинар, и мне нужно было придумывать тему. Вы за меня ее придумали. Благодарю за подсказку. Спасибо. Ну, а мы небольшой еще разделщик, где темы, которые мы сейчас рассматривали, рассматриваются в наших курсах. Ну, в Excel это первый уровень, в PowerPoint тоже первый уровень, а в Word мы работаем с разделами, с нумерацией, с колонн титулами во втором уровне Word, с расширенными возможностями. То есть если заинтересуетесь, конечно, можете приходить к нам на курсы уже и там разбирать конкретные ситуации. Ну, и некая информация, о, кстати, смотрите-ка, а фамилия моя пришла на слайды. То есть нумерация не пришла, а фамилия пришла, как информация текстовая, интересная. Итак, вы можете обращаться по телефонам, которые написаны для физических и для корпоративных отделов и адрес почты моей, на всякий случай, если тоже появятся какие-нибудь идеи для следующих семинаров. Вот, на этом мы с вами будем заканчивать. Надеюсь, что-нибудь новенькое для себя унесли. Вот, если какие-то остались пожелания, комментарии и так далее, и так далее, сейчас после выключения записи мы с вами можем поговорить. Ну, и на этом со всеми остальными будем прощаться. До свидания, спасибо вам за то, что пришли и послушали. Ага, спасибо. Так, Светлана, сейчас почитаю, что вы там у нас понаписали. Так, так, так. Зафиксировать ссылку на другой документ в Word. Светлана, смотря, там тоже разные ситуации бывают. Может быть, в письме напишите, что конкретно интересует. Потому что ссылки бывают разные, можно сделать гиперссылку, можно сделать связь в виде кнопки, допустим, с другим файлом. Вот, понапишите, напишите, пожалуйста. Все, спасибо. Так, что у нас в аудитории? Есть вопросики? Спасибо большое. Очень много полезного, интересного. Спасибо. Да, скажите, вот, на курсах в таком формате, в подобном формате, да, походят? Да. А по времени? В Word, нет, смотрите, Word у нас, ну, вообще почти все курсы офиса у нас разбиты на 16-часовые занятия. Это либо два дня по 8 часов, ну, с 10 до 17-10, либо 4 дня по 4. Как правило, Word у нас идет два дня. Два дня по 8 часов? Два дня по 8 часов. Это один уровень. Это один уровень, да. Это либо, там, две субботы, два воскресенья, либо два дня подряд, если это на неделе. То есть вот такая вот система. Вся информация есть на сайте, вся информация, можете на сайте зайти, если конкретный преподаватель интересует, там внизу есть преподаватели, зайдете, и, соответственно, там расписание. Либо звоните просто по телефону, вам все расскажут. А вот запись вебинара будет там? Это запись вебинара будет обязательно. Запись вебинара там? Да, да, да. Да, 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 должна быть. Потому что вот то, что мы сейчас, это нужно привести до формы. Обязательно, конечно. Это просто рекомендация, без тренировки оно определяется. Да, да, ну и на самом деле семинары, они у нас называются как бы рекламные семинары, да, вот, но какие-то вещи, да, мы все-таки за уровень выходим, и может быть что-то там необычное, что на курсе не всегда успеваешь рассказать, например. Ну, это очень тяжелое, мне кажется, в один день после часов. Все по-разному воспринимают, да, да, согласна. А потом записи занятий будут или они... Записи занятий нет. Есть хитрость небольшая, но она не всем подходит. Хитрость заключается в том, что записи на три месяца получают те, кто у нас присоединяются к группе по вебинару. То есть не в аудитории сидят, а у себя на компьютере дома или на работе, вот, и они слушают вместе с нами, документы есть вместе с нами, работают, возможность через чат общаться с преподавателем, то есть задавать вопросы, если что-то не успевают. Вот, и тогда на три месяца им, когда вот записи маленько, ну, как бы обрабатывают, вот, им дают ссылку на эту запись. Вот, в течение трех месяцев можно обращаться, опять же, в опцию. То есть надо, если собираешься точно быть, то нам можно еще делать... Нет, очень, нет, либо надо, либо очно, либо вот по вебинару. Вот, кому-то нравится этот вариант. Например, вариант сидеть на пляже, кто-то у меня зимой как-то мы занимались, и нам там, слушай, говорит, а я на пляже, там, под Паймой сижу, там, ну, и занимаюсь, да. Вот, вторая слушательница у меня вообще из Японии занималась, вот мы занимались Word, чувствую, немножко подтормаживает немножко, ну, что-то не успевает. А потом на перемене мы с ней, как бы, поговорили, оказывается, из Японии, она сидит на японском интерфейсе, мы работаем на русский, она говорит, я ваш русский перевожу в уме на английский, с английского на японский, и поэтому, говорит, я не... В принципе, говорит, мне все понятно, я просто, говорит, не успеваю подглядеть на какую кнопку. Вот такая ситуация тоже была. Вот, спросила, почему учитесь, она говорит, но в Японии такая система, что у нас-то у русских что, подошел к коллеге, ну, подскажи, как ты это делаешь, почти всегда подсказывают. А там, говорит, нельзя подойти. То есть, если ты подойдешь, тебя уже считают не специалистом, тебя могут влюбнуть с организацией, и с тобой никто вообще это говорить не будет, потому что любая минута за деньги, все. То есть, организация другая, вот. Поэтому, посмотрите, если вам комфортно в аудитории, то все вместе здесь... Ну, комфортно, но еще лучше бы запись. Ну, да, я понимаю. Нет, к сожалению, сейчас нельзя, потому что очень часто начали выкладывать во всяких вот этих бесплатных торрентах. Наши, если видят, то вылавливают иногда даже какой-то год, по-моему, в 16-е, что ли, до суда дошло, и человека нашли, который выложил очень много торрентов всяких, и его штрафанули на несколько миллионов. Ну, да, там что-то вношение. Да, да. Но у следейших всех все равно невозможно. Не будет же каждый посидеть в учителя. А этот самый вебинар может быть куда-нибудь выложить? Вебинары без проблем. Это бесплатные вебинары, то есть вот это... Нет, нет, какой... Те вебинары... Ну, там тоже надо посидеть. Можно, конечно, можно. Вот они как раз и могут выложить. Им, по-моему, вот невыгодно даже это все. Часто в складчину вот эти вот сайты, в складчину. Да, они собираются, как бы одного оплачивают, там потом распространяют. Ну, всякие... Вебинару занималась и мне не понравилось. Я говорю, это комфортность. То есть кому как. Я вот тоже занималась у нашего преподавателя на 7-8 уровне. Я говорю, я дома ничего не могу сказать. Надо, чтобы дома никого не было. Микрофон отключайте просто у себя. Все нормально. Мне комфортно было. Потому что, как бы... Да. Да, конечно, я никого не задерживаю. Не-не-не, это мы уж просто сидим, общаемся. Спасибо большое. Спасибо. Приходите к нам еще. Так, а мы забыли... А мы забыли расписаться, да, где-нибудь. Так. Да, мне ничего страшного. У кого бумажки нет, случайно, сумочка? Какой-нибудь. Уручка есть, у нас, конечно. Нет, нету? Все. Если можно. Да, мне просто больше понравилось записать. Опять, подойдем. Спасибо. Не пишите на себя. А у вас не бывают сертификаты? Нет, сертификаты, вот, это же просто информация. А потом сертификаты, они продаются, начиная с 8-16. Подскажите, когда следующий семинар будет, какая тема? Ну, тему мы сейчас с вами определили. Дата. Спасибо. Примерно 8 месяцев. По-разному. Вот сейчас я могу по-своему пробежаться, по-моему, то ли в августе, то ли в сентябре. На сайте можно. На сайте, да. Рассылка приходит, если вы у нас как бы в системе часто. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. Удачи. А вот у меня моя коллега преподавала в Японии, она с препачкой 10 лет. Она говорит, они очень жесткие. Жесткие, да. Вот, например, она начала преподавать ребенку. Ну, играла там в артисты и преподавала. И, значит, на первом занятии присутствует родитель, менеджер школы, и она преподает ребенку. Она что-то одно ему несколько раз показала. Они стали кричать, выделили ребенку соответствовать. Он бездарный. Он не понимает с первого раза. Ничего себе. У нас учатся в музыке только дети, которые понимают с первого раза. Если вы вынуждены ему были два раза показать, значит, он не калатский. Все. Представляете? Она говорит, они вообще узкопленочные. Ничего себе. Она это так называет. А фаготист, который с ней в оркестр играл, японец, он умел брать три каких-то особых нижних ноты, которые мало кто может в мире взять. И он был просто миллионером. Его везде там приглашали, чтобы на эти партии. Но он, говорит, очень тупой вот в такой жизни. Вот он на одну выучился. Все. Ему больше ничего не надо. Бывает такое. Вот. Как бы. И они, конечно, очень узколовые и очень поживотные. А, дети очень послушные. Ну, например, вот это вот ребенка, вот мать посадит, скажет, сиди. Он будет сидеть для посинения. Он встанет только когда, когда мать скажет, пойдем домой, вот, например. То есть настолько послушные. И вот эта вот своя система, что дети все родятся на 5 лет, это она чисто для егонских детей, чтобы как-то раскрепостить. Потому что они рождаются уже рабами. Они уже родились, вот он раб послушный. У него никакого нет свободы, творчества какого-то возле великолепрения, ничего нет. Он сразу такой рождается. Они все такие. Ничего себе. Вот. И просто я, говорит, это... Просто очень много денег платили, как бы она много недвижимости после купил. Но там вообще очень тяжело существовать с этими самурайами. Да, да. Вот. Такие впечатления. Ну, ладно, спасибо вам большое. Там будет, значит, даже спасибо. Все, не случимся. А как же развитие? Вот так, вот сами. Все сами. Можете платить деньги, обучаться у кого-то, но коллегам подходите, тратите их время. И меня. Хорошо. Спасибо. Да. Ну, ладно. До свидания. До свидания. Фамилия? Да, фамилия, имя. Ага, спасибо. Спасибо. Так. Можно? Можно. И вы скину. Хорошо. Следующий. Сегодняшний семинар. Сегодняшний семинар. А ссылочку, да? На семинар. Да, конечно, пишите. А, здесь можно. Да. Не забудете? Не, не забуду. Ну, прямо сейчас. Ну, сейчас-то нет, она еще не сконвертировалась. Это будут наши менеджеры потом. Они, кстати, те, кто присутствовал, обычно ссылку сами присылают. Но могу продублировать. Спасибо. Так, понятно. Так, сейчас. Город Виллу. Виллу, да? Виллу. Бородин Виктор Виллович. А, Городин Вилл, да? Я специально. Да, да. Ага. Так. Спасибо. До свидания. Я не знаю, у нас что-то, я бы сказал, мы проходили курсы у вас обучения, я что-то там с предложения там еще один парень сказал, говорит, желательно занять начальный курс. Ну, там, в такой, может, я бы говорил, делать, конечно, лучше в субботу, в воскресенье. Нет. Или вы как-то статистику сами напоминаете? По-разному. Ну, то есть, у нас, в принципе, у нас этим занимается директор наш по персоналу, да? То есть, распределяет нагрузку и все остальное. То есть, в течение года у нас бывают и по выходным, и не по выходным дням, да? Ну, понятно. То есть, надо смотреть. Конечно, конечно. Конечно. Да. Есть, есть и по выходным курсы, то есть, мы занимаемся. Да, я понимаю, что есть. Да, я понимаю, что есть, но в принципе, можно по чаще. Может быть, ну, не часто, да. У нас курс Ворда вообще не частый, почему-то не набирается. Наверное, считают, что в Ворде все умеют работать. Ну, как сказать, я буду на желающего. Да. Отлично. Всего хорошего. Спасибо вам большое. До свидания. Продолжение следует...